Ну что ты меня доводишь? Что ты меня доводишь? Что ты прицепился к своему Левакову? По-моему, это ты к нему прицепил. А ты на грамм! Прикатим! По результатам кросса лучший взвод будет награжден культпоходом в цирк. Кто в армии служил, тот в цирке не смеет. О, парень, чё сигареты? Мэй, дай сюда. Рафин, а ты чё, куришь? Да нет, так с друганами. Бывали. Побаловался. Давайте я вам помогу. Сергей Викторович, я же вам русским языком сказала. Сама справлюсь. Ну, извините. С Богом! Отбой воздушной тревоги роем в другом направлении. У меня там хвост. Хвост надо укорачивать. Товарищ майор, а какой у нас результат? Разгадайте, с пяти раз. Ты на кроссе, из-за чего сдал? Ну не за сигарет же. А из-за чего же? Просто так вышло. Фигово вышло. Спасибо, Иван Адамович. Дальше я. Ну, что у вас в кармане? Где? Вот в этом кармане. Что у вас? Чего? Руки убери. Я понимаю, если б с офицером. Понятно. Яж, ты что несёшь-то? Ну, это-то. Это чмо болотное. Ты хоть понимаешь, что воровство – это всё. Не пропал я. И вы случайно? Да что вы, Полиня Сергеевна? Я даже не знаю, как конверт выглядят. Оказывается, у них в магазине установлена система видеонаблюдения. Ты же меня подставил. Тупица. Ты нас всех опозорил. Товарищ полковник, пожалуйста, не выгоняйте меня. Я ведь могу и полезным быть. В общем так, майор. Только из уважения к тебе, к твоим заслугам. Я надеюсь, ты понимаешь, если бы кто-то другой, так вылетел бы, как пророка. Из бутылки с шампанским. Да я всё понимаю, товарищ полковник. Ну, я ему просто подарок сделал. Но он потерял и хотел, чтобы точно так уж. Да слышал я, ты уже слышал. Извините. Мне плевать, что он там хотел. Видишь ли, хотел он. Не адвоката по училищу ходят. Работать вообще некому. Ну, ладно. Матвеев ничего не знает. Надеюсь, не узнает. Только ты пойми, что поступаем мы сейчас не очень правильно. Я бы даже стал очень неправильно. Спасибо. Товарищ полковник. Но я бы хотел ещё раз извиниться за своего... Ладно, хватит извиняться, майор. Хватит извиняться. Ты знаешь, что вот что. Ты лучше сходи в магазин. Там надо всё ладить, чтобы оттуда никаких претензий не было, чтобы... Ничего. Да уже всё сделано, товарищ полковник. Не будет. Быстро. Молодец. Шустрый. Ладно, майор, иди. Только помню, что у тебя не только сын, но и целый взвод. Я всё помню, товарищ полковник. Александр Михайлович, ещё раз спасибо. Ладно, майор, иди. 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 Ладно, майор, иди. 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 Ладно, майор, иди. Ладно, майор, иди. 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 Ладно, майор, 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 сухой, ты выиграл. Э, стой. Ты чего? Ничего, примета плохая, ты обойди лучше. Что будет, если я перешагну? Я же говорю, примета плохая. Пацаны, пять минут до конца овала, пошли вы. Да ну, вы какие-то замороченные. Я не знаю таких приметов. Ну что, перешагни и узнаешь. И перешагну. Ну перешагни. И перешагну. Давай. Ну и что, что-то случилось? Лена, давай быстрее. Ну, давай быстрее. Скорее. Синицын, держите. А у вас, в свой род с перепечка, опоздание. Как? Одна минута. Так я же с ним пришел. Я не знаю, с кем вы пришли. Я знаю, что у вас опоздание. Доложите командиру взвода. Нет, пацаны, что за фигня? Мы же вместе пришли. Понимаешь, Петька, вот бывает такая ситуация. Ну вот, и прят, и все. Кстати, хочешь отнесен? Весь. Папа, ну что там? Не папа, товарищ майор. Выйти руки из кармана, Суворовец. Я никогда в жизни так стыдно не было. Товарищ майор, так меня не выгоняют? Почему не на уроке? Вы же сами мне приказали ждать. Марш на занятия. Дома поговорим. Сейчас. Так, семь букв, млекопитающие, первое К. Кенгуру. Почему кенгуру? Может, еще на К есть, здесь семи букв. Надо в биологии посмотреть. В биологии, может быть, есть, а здесь точно кенгуру. Почему? Потому что кончается на У. Так, вид клещей, девять букв, первое П. Это точно надо посмотреть в биологии. Ты что, не знаешь, что ли? А откуда? Что значит, откуда? У тебя же их в деревне, как грязи. Вон, за ухом посмотри. У себя за ухом посмотри. А что это вы тут, как мыши, по углам скребетесь? Кроссворды разгадали, товарищ Майор. Кроссворды? А физику уже разгадали? Товарищ Майор, это что же полезно? Ну, для общей развития. Мы вот сейчас клеща будем искать. Какого еще клеща? Товарищ Майор, вопрос к проссворде. Вид клещей девять букв, первое П. И где же вы его будете искать? В учебнике. Боюсь, вы его там не найдете. Почему? Потому что вид клещей девять букв, первое П, это пассатижа. Так это надо девять букв. Там два С, перепечка. Все орудит. Давайте сюда ваш кроссворд. Ну, товарищ Майор. Давайте, давайте. Биологию можно и без кроссворда учить. А для общего развития могу подкинуть задачку. Дано. В ресторан пошли Майор, капитан, лейтенант и прапорщик. Один из них заказал омлет, второй яйцо вкрутую, третий в смятку, четвертый в сыры. Вопрос. Кто что из них заказал? И что, это все? Все. А чего вам еще надо? Ну, как-то условий маловато. Достаточно. Не, ну а как исходя из этого можно? Как-то можно. Думаете? Кто даст правильный ответ, пойдет в увольнительную. Товарищ Майор, а вы бы, а что за кляния? Пельмени. Яйца не люблю ни в каком виде. Но яйца не люблю ни в каком виде. Привет. Где ты с вами? У Самохиной. О которой час ты знаешь? Пап, ну мы диск переписывали. Поэтому не пять минут. Значит, отец на службе, мать в коммунировке. Делай, что хочу. Пап, уроки я сделала. Ужин я тебе приготовила. Ну что еще тебе нужно? Девери тебе по стойке смирно сдать? А что ты делала в театре? Когда? Сама знаешь, когда? А что, не знаешь, что в театре люди делают? Что люди в театре делают? Я знаю, что там делала ты. Балет смотрела. Балет. Этот балет как называется? Леваково озеро? Значит так, я была на Лебедином озере. Если хочешь, могу пересказать. У меня все. А у меня не все. У меня еще не все. Отец, понимаешь, Паша. День и ночь, мать, день и ночь в коммунировке. Что она? Короче, если я тебя хоть раз увижу рядом с этим, он тебе не пара. Понимаешь, не пара. Если я хоть что-нибудь узнаю... То что? Увидишь. Что? На цепь меня посадишь? Посажу. У тебя, папочка, память короткая. Забыл, как сам с хутора приехал в штанах драных. За матерью ухлестывал, а дед тебя на порог не пускал. Забыл? Я не забыл. Я не забыл. Твой дед, он... Естественно. Дед академик, нафиг ему такой зять. Или забыл, как он тебя с лестницы спустил, мать тебе зеленку выносила. Это что тебе? Мать все рассказала. Представь себе. Потому что она любила и любит тебя. И ты стал тем, кем стал. И он станет. Понятно? Саш. Саш. Сашуля. Открой. Сашля. 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 Открой. Хорошо. Хорошо. Такúa. Я не знаю. Грунга. Я говорю вам, сырые заказал майор. Почему не прапорщик? Ну, майор по возрасту старше, а сырые лучше усваиваются. Почему ты решил, что он старше? Прапорщик может быть старше майора. Логично. Слушайте, мужики, идея. Сырые яйца полезны для глотки. Ну что? Ну, следовательно, кто из них больше глотку дерет, тот сырые и заказывает. А кто из них больше глотку дерет? Ну, прапор, наверное. Можно подумать, будто они все глотку дерут. Нет, пацаны, давайте отталкиваться от званий. В смысле? Ну, смотрите, от званий ведь зависит зарплата. И что? Какое самое дорогое блюдо? Омлет. Кто больше всех получает? Майор. Значит, майор заказал омлет. Пацаны, в этом что-то есть. Значит, так и запишем. Майор омлет. О, Балина Сергеевна, это вы? Да. Позвольте, я вам помогу. Куда же вы такую тяжесть-то носите, а? Да вот, проверяла, не успела, пришлось на дом взять, работу. Позвольте, я вам помогу. Да ладно, я сама. Ну, зачем же самой? Давайте, давайте. Спасибо, ладно. С удовольствием помогу. Тяжелый? Прошу. Ага, еле вакееве. О. Вот и мой автобус. Да. Ну, спасибо. Прошу вас, Балина Сергеевна. Спасибо. Осторожнее. Спасибо вам, Антон. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Эй, служивый! Вы мне? Тебе, тебе. Садись в машину, разговор есть. Знаете, я к незнакомым дяденькам в машину не сажусь. Ну, если гора не идет к Магомеду, значит, Магомед идет к горе. Слышь, прапор, а ты разве не знаешь, что чужое трогать нехорошо? Вот я понял. У меня времени мало, но тебе так и быть объясню. Ну, еще раз возле Полины увижу, головка будет бобо. Так, по-моему, меня пугают. Так гадливый. Ну, считайте, что испугался коленки драрарат. Слушайте, а вы, собственно, кто такой? Коль в пальто. Ну что, похож. Похож. Кусок, тебе что, проблемы мало? Тихо-то не ори. Значит, запомни, мальчик. Во-первых, кусок это ты. Я, правда, пока не понял, чего. Во-вторых, для того, чтобы пугать взрослых дядей, надо, чтобы пугалка выросла. Не взрячих, разберись, наконец, кто тебе на самом деле нужен. Understand me? Ладно, урод. Крутую, скорее всего, заказал капитан. А почему не прапорщик или тёха? Ну, потому что капитан круче. Так, майор, ещё круче. Так, подожди, печка. С майором мы разобрались. У него он нет. Ну, чего там? Ничего, в каждом взводе разные варианты. Да по барабану вообще никакой логики. В четвёртом взводе вообще начали спорь и чуть не подрались. А вы не помните, они в ресторан пришли или приехали? Как Василюк говорил? Какая разница? Ну, не знаю, может быть, это что-то зависит там. Гениально. Значит, они приехали туда на танке, а в вибрации в ресторане все яйца стали смяткой. Да? Так точно, понял. Здравствуйте, майор. Для защиты. Заходи. А это кто? Телохранители? Мы по поводу задачи, товарищ майор. Какой задачи? Ну, про военных в ресторане. Не понял. Про каких военных в каком ресторане? Товарищ майор, ну вы нам сами задачу задали. Майор, капитан, лейтенант, прапорщик. Пришли в ресторан. А, про яйца. В смысле, про заказ. Так точно. Ну и как? Решили? Ну, есть у нас какие-то варианты. Питька, давай. Значит так. Да ты присаживайся, перепечка. Майор заказал омлет. Потому что больше всех получает. Любопытно. Вкрутую заказал капитан. Потому что из оставшихся самый крутой. Ес, значит, правильный шейк. Да нет, перепечка, неправильно. Почему? Ну, потому что неправильно. Ну, а какой тогда ответ, товарищ майор? Думайте. Мы сдаемся. А вот сдаваться плохо. Без боя сдаваться плохо. Товарищ майор, мы уже все перебрали. Ну, значит, не все. Товарищ майор, ну скажите. Не скажу. Почему? Потому что маленькие вы еще. И ответ вам знать рано. Почему это мы маленькие? Так, вам что, заняться нечем? Могу подкинуть еще одну задачку. По наведению порядка. А ну, марш в расположение. Есть. Товарищ полковник, суворов Слеваков по вашему приказанию придет. Проходи, суворов Слеваков. Слушай, Андрей. Ты Сашу любишь? Да, котя, какая в вашем возрасте может быть любовь. Но она тебе нравится? Очень. Очень. Еще бы. Ладно, ты садись. Садись. Может, я с тобой был излишний резок. Ты меня извини. Но и ты меня должен понять. У меня это все-таки не восемь дочек. Я понимаю, товарищ полковник. Понимаю этого. Что ты вообще можешь понимать? Понимаю. Ну ладно, черт с вами. Хотите встречаться, встречайтесь. Но запомни. За учебу, как спрашивал, так и буду спрашивать. Понял? Так точно. Иди. Постой. В общем, если ты там надумаешь что-то с ней, то я тебе сразу говорю, заруби себя на носу. Не дай бог. Не дай бог. Понятно? Не очень, товарищ полковник. Мама ты моя дорогая. В общем, если ты там с ней что-то, то, чтоб в мыслях не было. Понял? Товарищ полковник, я что-то не очень... Иди. Иди. Мороженое, отстой. Не хочешь, давай мне. Не, я лучше сам тут давлюсь. Так, народ, полчаса до сеанса. Кто кину? Я. Поддерживаю. Вот синица такая. Не, мы с Ксюхой пас. Че это? А ты не знаешь, чего это? Вообще, для этого специальные места в последнем ряду есть, не? Дураки. Братишки. Братишки, извиняйте. Семь рублей. Не одолжите. Чего? Я говорю, семь рублей. Братишки. Семь рублей. Не хватает. Самим не хватает. Ну что? Ну что, вкинул? Братцы, помру же. Всего семь рублей. Да, вам же сказали, нету. Йок-макарёк, будущие офицеры своему не помогут. Слышь, это кто тут свой-то? Да я тоже офицер. Бывший, конечно. Товарищ майор, можно вас на минуту? Слушаю. Тут у меня весь взвод загадкой одной заморочился. И что? Да говорят, вы её подбросили. Кто говорит? Да все говорят. Так, а что за загадка? Ну это, про, ну про ресторан. Ну майор, капитан, лейтенант и прапорщик. А. Пьяйца заказали. Ну, допустим. Ну так это, какой там ответ? Вы что, не знаете? Этой загадке двести лет в обед. Честно говоря, как это мимо меня прошло? Ну, ответ там очень простой. Ну? Кто ж по яйцам звание определяет? Клоун. Вот как в девяносто втором нашу дивизию из Германии вывели, вот тут и началось. Квартиры обещали, распихали по палаткам, говорили, пособие дадут, а не дали. Жрать нечего. Все злые, как собаки. Вот жена и не выдержала. Что, умерла? Ну ты даешь. А, может, закурить есть? Мы не курим. А это правильно, это правильно. А, а жена, что, а, а, нашла себе коммерсанта и тогда, как червей после дождя, понаболазила. А вы? А что я? Подождал немножко и уволился. А что делать? Когда ты стране не нужен. А потом? А потом суп сготал. Сколотил бригаду, балконы стеклили. Тогда модно это было. А потом, потом с третьего этажа упал. Прямо на спину. Братишки, семь рублей, семь рублей всего. Сейчас вены лопнут. Возьмите. Спасибо, сынок. Спасибо, родимый. А сдачу я сейчас принесу. Не надо, не надо. Принесу. Постойте. А вы в каком звании были? Капитан. Капитан Рогалев. Первая танковая. Гвардейская. До майора полгода оставалась. А сдачу я сейчас принесу. Спасибо. Ладно, пойдемте отсюда, ребята. А ветер дует мне в спину в ботинках вода. Где-то зонт потерял прошлой жизни своей. Не волнует ангина и дождь ерунда. Ты пойми, я застрял. Хоть и лей, хоть не лей. Переулок пустой, а за ним поворот. Беззаботный шофер слушал даст нам. А по-моему, он все наврал. Почему это сразу наврал? Да знай я этих гавриков. Они тебе такого бы навыдумывают, лишь бы похмелиться. А ты наколку у него вот здесь видел? А, я видел. Там буквы какие-то. Буквы. ГСВГ. Группа советских водителей в Германии. Да, не дай бог. Чего не дай бог? Да с вами так, не дай бог. Вы же все тут в офицеры рветесь. Да ладно, Ксюх, не говори ты ерунду. Почему ерунду? Ну, потому что тогда 92-й год был. В стране был бардак. Сейчас нормально. Ну, это сейчас, а завтра? Ксюх, ну что ты говоришь, а? Чего ты лезешь вообще? Куда я лезу? В разговор. Подожди, у меня что, права голоса нет? Есть у тебя право, но только не надо ерунду говорить. Слушай, а если я все время ерунду говорю, что ж ты со мной ходишь тогда? Ксюх, ну не надо вот одно с другим смешивать. Пацаны, я думаю, что... А что я смешиваю? Ксюх, дай сказать, а? Помолчи. Пацаны, мне кажется, что... Слышишь, Синита, ты так со своей женой разговаривать будешь, понял? Ксюх, Ксюх, подожди. Ну иди. Слышишь, Синита, по-моему, ты переборщил. Сухой, ты чего не раздеваешься? Заснул? Да не, я про этого капитана все думал. Про какого капитана? Ну, танкиста, который все бабки клянчил. А, про того заблудыгу? А что ты про него думаешь? Ну, он же офицером был и вот так опустился. Сам виноват, сломался. Соломался? А ты бы не сломался. Их же в Германии конкретно кинули. Да он же и не за этого сломался. Да? А из-за чего тогда? За травм. Помнишь, он с балкона упал? А чего он на балкон полез забыл? Да потому что он как офицер нафиг был, никому не нужен. Да, пацаны, прикиньте, закончить военное, чтобы потом балкон устеклить. Вот так вот отпахаешь до капитана, а у тебя ни кола, ни двора. Так, что сидим? Забыли, как штаны снимать? Никак нет. Так давайте, шевелитесь быстрее. Товарищ майор, разрешите вопрос? Ну, уже давай, перепечка. А как вам офицером живется? В каком смысле? Ну, вообще. Вообще-то, неважно живется. Приходится постоянно суворовцев подгонять. Товарищ майор, ну, серьезно. Ну, если серьезно. Вот такая вот история. Товарищ майор, так получается, сейчас офицера в государстве защищает? Ребята, а вы, собственно, для чего решили офицерами стать? Чтобы государство вас защищало? Или вы государство? Не, ну, оно же тоже как бы должно. Должно. Знаете, в нашей истории много всякого бывало. Ну, русский офицер всегда служил в первую очередь родине. Воевали из-за царя, из-за президента, из-за партию. И как-то вот о квартирах не думали. Воевали из-за отечества. С честью. О, отечество, кстати. От двух слов. Отец и честь. Товарищ майор. Да. А вот в Америке военные намного больше наших получат. А почему так? Перепетчик, вопрос к твоим. Ладно, все. Отбой. Кстати, Перепетчик, а ты знаешь, почему американский солдат никогда подвиг не совершит? Никак нет. А почему? Потому что у него в контракте ничего про подвиг не написано. Хэппи-бёздэй, туюс, хэппи-бёздэй, туюс, хэппи-бёздэй, тюс, Ксюша, именинница. Привет, мам. Привет, моя хорошая. Чтоб ты рада сегодня. Ну вот, стала я на работе сидеть, когда у меня дочь именинница, от звонка до звонка. Моя именинница, я тебя поздравляю. Я желаю тебе здоровья и чтобы тебе было куда его потратить. Спасибо, мамуль. Ну, а где все? Ты к которым часу приглашала? Мама, а никого не будет? Как-нибудь все случилось. Просто настроения нет и не звонила я никому. Так, барышня, ты еще не в том возрасте, что будто на твой день рождения у тебя не было настроения. Нет настроения, создадим. Мам, ну реально, не хочется ничего. Это бабушке твоей ничего не хочется, потому что ей 86 лет, слава богу. А ты давай звони своим подружкам, пускай они заберут своих кавалеров и идут в парк. Там такая погода пропадательная. Мам, не надо вот этого. Так, давай, давай. В общем, давайте, как у вас там это называется? Потусуйтесь, поколбастись и, в общем, можете пойти на озеро и поширяться. Нет, мам, поширяться это другое. Я не знаю, что там другое. В общем, оттянитесь по полной. Все. А Илья звонит? Нет. Как не звонил? О, так у нас настроение ноль из-за этого, да? Вы что, подсапались, да? Ксюш, ну когда вы успеваете? Ну, у вас же в субботу все было нормально. Нет, мам, в субботу уже все было ненормально. Так, ну и что теперь? Не знаю. Я зато знаю, нечего себе настроение портить. Так, берешь свою компанию и идете в парк. Так, а Илья, между прочим, если бы он ценил ваши отношения, он бы мог переступить через свою гордость и позвонить, и извиниться. Мам, да это я виновата. Не важно. Тем более позвонил бы. Ясно? Ясно? Алло? Да, дома. Да, сейчас даю. Алло? Илья? Да. Ой, слушай, это ты меня, извини. Ну да. Говорила какую-то ерунду. Синица, а ты что тут кукуешь-то? В увал-то идешь? Угу. Слушай, мы тут компашку в кино собираем. Адешь? Ксюха Безник отмечает. О, здорово. На вечеринку идешь? Классно. Слушай, а Ксюхе что, полтинник исполняется? Ты что, дурак? Ну а что тогда такой загруженный? Слушай, Трофим, а у тебя как с финансами? Ну, на кино хватит. Ну ясно. А что хотел-то? Да хотел. Не ударись в грязь лицом. Ладно, Трофим, ты не заморачивайся, давай. Подожди, подожди. Тебе что, на подарок не хватает? Ну, типа того. Ну, а ты скромненько. Ну, главное же, внимание. Трофим, ну что ты говоришь, а? Какое внимание? Как ты себе представляешь, что я приду и скажу, внимание, вот себе жвачки на 20 рублей. Слушай, ну ты же вообще голяк. Сказал же, 20 рублей. Так, слушай, синица. Бабки сами в окно не пролетят. Так что пошли. Куда? Ну, пацанов потрясем. Да я тряс уже. Ну и как? 20 рублей. Сколько раз повторяй. Ну а что, Макар? Да Макару я и так должен, как земля колхоз. Слушай, я тут вспомнил. Пошли. Куда? Короче, пошли, пошли. Вообще, вариант железный. Пойдем. Чего? Ну-ка, повтори, что ты сказал. Или мы не расслышали? Ну, нам немного надо. Рублей 100. 150. Вы что, сосы, совсем оборзели? Просто его девушки день рождения, а денег нет у всего взвода. А мы тут при чем? Просто вы сами сказали, по каким-либо проблемам обращаться к вам. Так, сосы, у вас сейчас будут такие проблемы, что обращаться будете не ко мне. Ну-ка, скипнули отсюда оба. Блин, вообще пиндос. Додумались, придурки. Ну и что же ты мне дал-то? Мы сами ответим за тех, кого приручили. Да, слушаю. Я слушаю вас. Вас не слышно. Алло, алло. Вас не слышно. Вот здесь этот упырь и живет. Квартира 43. А он точно дома? Дома, дома. Где же ему быть? А его как? Сильно лечить? Ну, это смотря как доходить будет. Ну что, сос, налил денег? Нет. И что теперь? Не знаю. А что у тебя за девчонка-то? Классная хоть? Мне нравится. На дискотеку к нам ходят? Была пару раз. А зовут как? Ксения. Ксения, Ксения. Я вроде всех классных девок знаю, которые к нам ходят. Ну и что ты собирался дарить Ксении за 150 рублей? Да было бы 150 рублей, а что подарить найдется. Ну вот, есть у тебя 150 рублей. И что? В смысле, это что, мне? Не тебе, а чувихи твои. Че стал? Бери, пока дают. Спасибо. Так я не слышу. Че дарить будешь? Ну, не знаю. Может там. Может там. А говорил, не проблема. Беги за цветами. Тормоз. Точно. Спасибо большое. Я обязательно верну. Ясен пень. Я ж тебе не сорос. Занесешь четвертый звод. Спасибо. Торта хотя бы кусок принеси. Ладно. Слышь, Костян, а ты что сейчас слушаешь? Я, в общем, вообще реальную тему нашел. Группа из Челябинска. Называется «Фолк и семеро козлят». Прикольный такой дубас. Что-то типа ирландского фолка, только потяжелее. Прикольно. Ты что, альбом взял? Да не, скачал. У них этих альбомов уже штук восемь. Только правда пока в сети. Ксюша, гости заждались. Может быть, уже будем начинать? Мам, ну еще жилья не пришло. Ну и что теперь? До ночи его ждать. Ну он же прекрасно знает, что ты назначил в четырех. Ну хотите, можете без меня начинать. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Это мне? Мои любимые желтые. Пойдем? Извини, лишь на столбик займи. Я ее нашел. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Ну, я гостя. Целую. Звучит музыка. Старый знакомый. Ну, заходи. Добрый вечер. Разговоры есть? А, да мы же вроде обо всем поговорили. Ну, это тебе так показалось. Засадная полка. Я смотрю, серьезный и замес намечается. Ну, когда не надо, это догадливый. Ребят, я вообще только что прибрался, может быть, выйдем? я же говорю, дядя с юмором. Вот сейчас все вместе и поржем. ничего. Ничего. Ну, что смотришь, старшина, и узнаешь? Цибуля. тебе поделись, Цибуля, ты что? Я. Не хорен на себе, Цибуля! Глаза. Я не понял. Нифига. А вам что, в увольнении в гражданку переодеваться не разрешают? Разрешают, просто я не успел. А что ж так, вы же должны успевать, пока спичка горит. Слышите, явно, что ты к нему пристал? Да пускай пристает. О, супер. Давно хотел спросить, вот закончишь ты свое Суворовское, дальше что? В смысле? Ну, какие перспективы? Офицером будут. Офицером? А нафига? Только не говори, что будешь Родину защищать. Ну, а если и так, то что? Начались эти пафосные речи. От кого защищать? Глобализация. Все люди, братья. А может, тебе и Гитлер, брат? Ксюха, ну ты вспомни его тоже. Ну все, хватит. У меня сегодня день рождения, или как? Ксюха, извини, но вот у тебя какие перспективы? У меня? Да какие хочешь. Закончу колледж, с языками у меня порядок, поеду в Англию, как брат старший. Угу, можно еще за англичанами, посуду мыть. Зато они башляют нормально. А ты служи Родине, получай свои копейки. Слышь, герой, а если нападут на нас, что делать будешь? Он в Англии будет. Если на нас нападут, я милицию вызову. Короче, ты мне так и не ответил. В чем прикол-то в Суворовском? Понимаешь, если человек хочет пить, он либо бежит в магазин за водой, либо строит водопровод. Что-то я не догоняю. Так вот, ты всю жизнь будешь бегать в магазин, а я уже строю водопровод. Алёха Косолапова, осколк Мишебалова. Мы вместе с ним в Кандагаре в госпитале лежали. После вывода пять лет писал. Потом пропал купаться. Ну что ж, Рай, Стингер пошел? Второй пошел. Надо же. Столько лет не виделись. Оказывается, подниму лицу, понял. Да я сам охренел. У меня жена отсюда. Лет пять как сюда уже перебрались. Слышь, Адамович, ты извини, я же не знал. А? Буровача! Чего? Плохой мальчик по-алгански. Да я не плохой. Я просто того, люблю. А она, блин, с кем-то. Я думал, это ты. Ралко, что не я. Красивая мама. Дура своего счастья не понимает. Найду этого барана, который я с ней по интернету пизил. Ладно, все, все, давай, привал. Ну что, сержант? Ну и нашу. Ну, с дисциплиной, в общем, все. Переходим к успеваемости. Картина, в общем, вырисовывается, в целом, неплохая. Ну, есть некоторые проблемы. Первый взвод. Ну, географию надо подтянуть. Сделаем, товарищ полковник. Ну, ну. Второй взвод. Математика хромает. Товарищ полковник, а может, взводы перемешаем? Одним махом и географию, и математику подтянем. Василюк, а у тебя тоже проблемы. Да, вот. Преподаватель по химии жалуется. Твоих-то с кем будем перемешивать? О, извините. Полковник Ноздревого аппарата. Валька! Ха! Ха! Чертяка! Извините. Рад тебя слышать. Да, да. Ну, что делать? Работаем. Работаем, да. Ха-ха. Когда? Понял. А это точно? Валентин Иванович, вы не беспокойтесь. Все будет на высшем уровне. Ну? Ну? Спасибо тебе за звонок. Ага. И тебе тоже. Пока. В общем так, господа офицеры, диспозиция меняется. Предстоятельства складываются так, что проблемы теперь будут у всех. Александр Михайлович, а что случилось? Проверка к нам едет. Министерская. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!